Чувство безнадежности усиливается именно тогда, когда ненавистные режимы уже пережили свое акме, и их жизненный цикл приближается к концу. Это как бы признак начала конца, чувство безысходности, признак того, что исход близок. Дмитрий Фурман Альфа-самец, прайда, пахан, цапог всея Руси – это очень сложные профессии, по-своему трагические, обрекающие на бесконечное одиночество. Власть любого диктатора, даже самого жестокого, никогда не бывает абсолютной. Она всегда конвенциональна, то есть остается условным соглашением его окружения, нескольких десятков высших гражданских, полицейских, медийных, военных чиновников. Причины, по которым нотабли подчиняются монарху-президенту, вождю племени, различаются в разных культурах – традиция, животный страх, корыстный интерес, верность присяге, искреннее уважение к выдающейся личности лидера, религиозный фанатизм или комбинация нескольких перечисленных. Революции, перевороты, мятежи происходят, когда критическая масса этих ключевых персонажей утрачивает мотивы подчинения, и у самых решительных рука тянется у кого к табакерке, у кого к шарфику. Власть диктатора намного более хрупкая, чем власть избранного лидера в устойчивой демократии. Тот же товарищ Сталин последние лет 25 своей жизни каждый раз просыпаясь возвращался из краткого забытия к решению одной и той же дилеммы – Кремль или Морг. Поэтому он и перетряхивал перманентно своих соратников, пока не оказался беспомощно лежащим в луже собственной мочи на полу своей аскетичной резиденции в Кунцево. Вы же видите, что товарищ Сталин спит. Положите его на кушетку. В наш не столь жестокий век Михаил Иванович несколько привлекательнее. Кремль, Морг, тюрьма, воровской пароход. Определять его судьбу будут не 100 миллионов граждан России на выборах 18 марта будущего года. Ее решат в течение ближайших недель не он один, а все сегодняшнее политбюро. 15-20 авторитетнейших пацанов, опираясь на «мнение народа» в кавычках. Настроение 60-100 чиновников, бизнесменов из второго эшелона кремлевской клептократии. Что вовсе не обозначает, что деятельность Алексея Навального и ФБК бессмысленна. Отнюдь. Штаб движения, я уверен, прекрасно понимает, что фамилии Путин и Навальный никогда не появятся в одном бюллетене для голосования. Там может появиться только одна из них в зависимости от хода событий. Так вот, вся просвидетельская деятельность ФБК, включая троллинг власти по поводу регистрации Навального, направлена сейчас на то, чтобы фамилия человека, узурпировавшего власть, никогда более не появилась ни в одном бюллетене. Нам не дано предугадать, как их слово отзовется, но очень показательно, что десятки тысяч молодых людей, сотнях городов России дважды в марте и июне, выходили по призыву Навального на марши с лозунгом «Путин вор». И вновь вышли 7 октября в день гибели Анны Политковской, в день рождения человека, сказавшего, что смерть ее доставила ему больше проблем, чем вся жизнь этой незначительной журналистки. И заметившего через 9 лет, что не факт, что Бориса Немцова надо было убивать. Есть явные признаки и того, что антипутинская кампания Навального поддерживается определенными кругами во власти, включая силовиков. Путинский бункер всем этим крайне озабочен, о чем свидетельствует и новый арест Навального появления на сцене как в критической для власти дни в 2011 году Ксении Собчак, позиционирующую себя как союзницу Навального, готовую подхватить его знамя. Но вернемся к мотивам устойчивой лояльности к правителю ключевых операторов власти в течение долгих 17 лет развитого путинизма. Путинские хорьки из кооператива «Озеро» были ничем в конце 90-х мелкими питерскими жуликами. Они пришли к власти и стали всем. Не в результате какого-то чекистского заговора или переворота. Их привели за руку во власть как собственных охранников, либеральнейшие из либеральнейших политиков, чиновников, олигархов и просто проходимцев в окружении Бориса Ельцина. Имена и хорошо известные, так же как и постыдное обстоятельство операции «Приемник 2000». С тех пор это их власть, созданная ими и служащая им. Путинская СС объединяет и кровно повязывает глубочайшие убеждения, что в этой отсталой стране, этому дикому народу, ни в коем случае нельзя доверять выбирать власть на свободных выборах. А то он обязательно выберет ужасных людей, которые поставят под угрозу дальнейший курс рыночных реформ и авторитарной модернизации. Иными словами, начнут задавать неприятные и неприличные вопросы о происхождении огромного состояния эсэсовцев. Иконой легенда путинской пропаганды Маргарита Симонян выразила эту общую озабоченность наиболее откровенно и смачно. После первых же свободных выборов в России нас всех повесят. И высоко лобый интеллектуал, один из ведущих идеологов путинского режима, меланхолично заметил как-то. В последние 20 лет мир в верхах держится на том, что не принято обсуждать, кто и как использует служебное положение. В элите чистых нет. И вот первый за 17 лет своего благополучного правления пожизненный Путин Дент сталкивается в одной единственной значимой для него референтной группе с серьезными проблемами. В элите возникло сомнение в способности Путина эффективно выполнять в ближайшие 6 лет важнейшую для бригады и функцию интерфейса в его отношениях с вечно невидимым и вечно любимым Западом. Гарант охранящихся там активов, измеряемых уже триллионами долларов. Провал неимперской авантюры, за которую Путин тщеславно взял на себя личную ответственность, стал крупнейшим внешнеполитическим поражением режима и подорвал его экономические скрепы, предельно обострив отношения с западными партнерами, контролирующими выведение за пределы стран-общаки. Возникла экстенциональная угроза самому дорогому для российских правителей, не просто заграничным активам, а всему их образу жизни на Западе. Образование, медицина, отдых, благополучие жен, наложниц, долгая счастливая жизнь, замена органов, политическое и биологическое бессмертие, наконец, которые могут обеспечить награбленные в России миллиарды. Все это поставлено под вопрос одним человеком, который своими авантюрными понтами испортил деловые взаимоотношения элиты с Западом. Ну а кроме того, Путин реально осточертенел всем, достал своей мелочной злобой, увертливой лживостью, беспредельным крысятничеством видеть это еще как минимум шесть лет? Кремлевская корпорация – наследница по прямой коммунистической номенклатуры, и та умела тем или иным способом устранять потерявший адекватности первое лицо. Но нынешним придется действовать в условиях цейтнота 180 дней до эпохальной конфискации, переходящего в цукцванг, кадрового голода, нарастающего системного кризиса и стремительного сужения вееровозможных сценариев. При полном презрении к пиплу им все-таки придется предложить ему какую-то постпутинскую телевизионную жвачку, какие-то новые песни о главном, для легитимизации продолжения своего великого распила уже после Путина. Оседлать набирающую высоту национальную волну, но тогда им придется самим идти во главе масс и орать матерную кричалку про Кавказ. А как на это посмотрят партнеры по бизнесу, член политбюро Рамзан Ахматович, а еще с десяток миллионов российских граждан кавказской национальности? Или наоборот, везти в Москве кадыровских боевиков для зачистки всех несогласных, но их здесь просто разорвут голыми руками к национальной гордости великоросов? У коррупции нет ни людей, ни идей, ни даже желаний. Фукуямовский конец истории для нее давно наступил. Время застыло в вязкой вечности, и наша евразийская самобытная гордость, властная фаллическая вертикаль, в третий раз за столетие грозит схлопнуться в очередную черную дыру российской истории. Но если история Советского Союза – это шекспировская трагедия мирового масштаба, то история Путинской империи – пошлейший и отвратительный провинциальный фарс. Третий путь к рабству привел нас на ту же станцию – дно, и никуда уже не мчится загнанная Русь-тройка, и обгоняют ее другие народы и государства – дно режима или дно России. Ночь темнее всего перед рассветом. Времени и человеческого капитала для формирования массового протестного движения миллионов катастрофически не хватает. Как бывает в критические моменты истории, очень многое зависит от решимости, пассионарности совсем немногих людей. Ампутация, которая может открыть окно возможностей для гражданского общества или гангрена – родина или смерть. Андрей Пянтковский Субтитры создавал DimaTorzok